Убитый под Выборгом бизнесмен, депутат, отец первого российского гонщика Формула-1 Александр Петров, по данным ряда СМИ, планировал покинуть Россию. Но кануне гибели он выставил на продажу свой бизнес и дом, из которого неизвестные вынесли на днях сейф с большой суммой денег и, возможно, важными документами. В понедельник Петров ждал допрос по делу о многомиллионных хищениях в администрации Выборга, неофициальным хозяином которого его называли. Кто мог его заказать? Громкое убийство под Выборгом. В своем коттедже застрелен отец первого российского гонщика Формулы-1 Виталия Петрова, влиятельный бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров, бывший совладельцем множества предприятий в Выборге. Убили его в тот момент, когда он вышел из бани окунуться в озеро, по предварительной версии снайпер и стрелял с другого берега. Расследование убийства под личный контроль взял глава Следственного комитета России Бастрыкин. Екатерина Кухаренко продолжит. В 80-х боксер Александр Петров устроился после армии электриком в Выборгскую гостиницу «Интурист Дружба». Занимался фарцовкой и вскоре стал следить за порядком на местных рынках. В 85-м воры покалечили молодого спортсмена. Петров объявил им войну и выиграл ее. Тогда он стал хозяином улиц, а уже в конце 90-х крупным капиталистом. Гостиница «Дружба» стала собственностью Петрова, а местные бизнесмены ходили к нему на поклон. Примерно в это же время он плотно вошел и в круги политической элиты Выборга. Так описывают Петрова местные СМИ. На данный момент 61-летний Александр Петров являлся владельцем и совладельцем 26 структур практически во всех сферах Выборга, в том числе Выборгской топливной компании и других крупных региональных предприятий. А с недавнего времени он стал депутатом городадминистрации. Петрова не случайно прозвали неофициальным хозяином города. Без его санкций нельзя было построить даже шаверму, отмечают местные. Впрочем, он был хорошим хозяйственником, говорит бывший вице-губернатор по строительству в Ленинградской области Георгий Богачев. Несколько дней назад под домашний арест был отправлен глава местной администрации Геннадий Орлов по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о 800 миллионах рублей, которые выводились с ремонта дорог с 2015 по 2017 годы. Ранее под стражу взяли главу комитета финансов Александра Балучевского. Его подозревают в хищении 700 миллионов рублей, выделенных на капитальный ремонт. При этом бюджет Выборга примерно те же 700 миллионов. На первых допросах Балучевский по одной версии заявил, что деньги были нужны для покупки места в мэрии Москвы. По другой, планировал эмигрировать из страны. В понедельник на допрос по этому делу должен был прийти Петров. На прошлой неделе из дома бизнесмена неизвестные выкрали сейф с ценностями и документами. В доме было что брать, но вещи остались нетронутыми, отмечает издание 47 News. Гендиректор газеты Выборг Елена Соколова встречалась с Петровым накануне убийства. Вот что она рассказала. О роли Александра Петрова в Выборге говорит замдиректора агентства журналистских расследований, замглавного редактора «Фонтанки.ру» Евгений Вышенков. В Выборге могут успешно вести дела только в Выборжане. Теперь про Александра Петрова. Изначально это такой достаточно типичный путь российского гангстера, который был в Магадане, и в Москве, и в Петербурге. Все, что свело в серьезное так или иначе в Выборге, произошло не без участия Петрова, который затаскивал туда инвестиции со стороны. У него очень много знакомых режиссеры, представители нефтяных компаний, никакой глава района, и дальше подставляете должности, фамилии, они ничего Александру Петрову не дают. Если там солнце зажигается, значит это нужно выборской элите. По большому счету, если глава района Орлов, то это согласовано за определенным столом, где обязательно сидит Петров. По сообщению издания 47 News, близкие Петрова рассказали сотрудникам Следственного комитета, что он собирался уезжать за границу и в связи с этим распродавал имущество и предприятие.